Ребзики, всем здорова! Начинаю новый рейс с разворота так называемый потому что только выгрузились вчера а сегодня грузимся опять в рейс опять будет у меня в паре только теперь уже с моей машиной с моим водителем с Володькой там хвостик его красный торчит с белыми полосками погрузка будет сегодня ночная но в принципе как и в прошлый раз машин сегодня на стоянке очень много почему-то и я даже не пойму есть ли место рядом с Володькой вот единственное веко на стоянке это моя сейчас будет еще одна вторая моя рядышком не знаю даже лезть туда или нет в эту дырочку дырдочку маленькую блин ладно сейчас попробую запарковаться кто в прошлый раз видос самый первый внимательно смотрел я тогда приехал вперед Вадима грузиться а вызвали его первого но сейчас я думаю такой схемач проканает приехал позже в Володьке на загрузку но ни хрена не проканало вызвали его первого там он за сканией где-то пошел на загрузку в смысле на это за документом за пропуском вон он почапал и опять толпой всех вызвали все братишки уезжают со стоянки а я буду стоять отдыхать прикуривать погнал Вовчик у него там трубка одна подтекает с компрессора на головку антифризная я забыл ему блин привезти эту трубку там не просто шланг как обычно можно бы было заколхозить а там трубка заводская конкретная может быть конечно ее подтянуть попробовать ну хрен его знает вот свисток слышно кстати тот свисток Володькин тянет хуже чем мой свисток поэтому сейчас мы уже с Илюхой ездили я тогда на той и веке а Илюха на этой Илюха меня как стоячего делал сейчас может что-то изменилось я ему там кое-какие манипуляции провел с той машиной по турбине поедем вместе посмотрим все удачно ребята недолго я сидел без Володьки тут или Володька грузился без меня практически сразу вызвали тоже и едем мы с ним в одно и то же место и это место то которое в первом видео я говорил что мне там не нравится то есть я там не был и ждала мне неизвестность едем мы туда же и теперь я знаю что там все хорошо поэтому пока все по кайфу у Володьки двадцатый док а у меня двадцать четвертый ну когда пропуск дали думал вместе будем рядом стоять а хрен то там двадцать четвертый док это на другом складе вообще стоит что-то ждет меня загрузился я хотел вам показать сегодня мне рампа все-таки досталась такая серьезная с вот этой штукой а помимо вот этой штуки которая колесо блокирует очень узко парковаться и вот с другой стороны даже вот этот братишка с фирмы Дженти где работают одни профессионалы смотрел как я заезжал но он не выходил ничего просто смотрел из окна очень тут все близко и неприятно ну вроде бы я так посмотрел но сейчас очень легко понять потому что все грязное вроде бы нигде черкашей никаких нет притирок очень неприятно парковаться ну и вот сейчас по сухой погоде летней и то с буксом пришлось заезжать туда не едет она ни хрена и все о! Виталькина машина еще одна Юрец на выгрузку поехал я когда сюда приехал на проктор в Новомословск он стоял там ага увидал чабана увидал давай короче выгружайся мы тебя там ждем ну и не сказал я он после выгрузки тоже но наверное не сразу ночью не запустят на завтра у него загрузка тоже наказание не знаю правда в какую точку но ждать мы его не будем точно загрузились мы оба выехали да я сходил там место посмотрел уже время 12 первый час никуда ехать нам не охота блин ветер наверное сильный на камеру ехать никуда не охота сейчас там я два местечка нам нашел поедем в кустике встанем отличное место выспимся и не спеша у нас вообще выхрустка через два дня аж ну мы конечно пораньше постараемся приехать но там видно будет так что всем спокойной ночи мы уже проснулись я без будильника проснулся точнее за 15 минут до будильника и это очень хорошо отодвинул шторку смотрю тут ну вечером скания стояла а сейчас овца Виталькина прибилась к нам овцы к овцам прибиваются становятся рядом Володька мы уже завелся что-то вчера он мы здесь задом парковались у него вот это колесо хрустело не знаю или колпак так здесь по ямам или еще что сейчас заправки летим тут буквально 50 километров надо будет проверить посмотреть все ли нормально и после заправки сразу завтрак так как харчей у меня никаких нету ну кофе-то конечно с чаем есть и что ну утром хочется что-то перекусить поэтому выдвигаемся а Юрец будет нас догонять уже завтра на заправке как всегда очередь сейчас Вовчика заправим надо бы сейчас проверить как у него там колеса хрустит или нет я специально вышел какой-то непонятный звук есть конечно наверное колпак потому что он трется он прям протерся по диску если все колпаки вот у них оба торчит за диск а тут прям туда втерся аж ну все холодное конечно на улице не жарко сейчас но если бы что-то подогревалось относительно других колес было бы горячо вот здесь подшипник новый и суппорт перебирал я недавно и колодки новые здесь подогревается чуть-чуть а тут видимо нормально все не знаю будем дальше ехать смотреть Вовка поехали я заправился давай ехай ехай типа я первый поеду да выбрать какую-нибудь харчевню чтобы потом все на меня было после поста я во второй ел не первый раз после поста во второй ел ну я тоже во второй давай в нее и поедем давай а пост у нас веневский имеется в виду и солярка тут самая дешевая вроде бы ой этот петух поехал короче все блять говно сухо захитит это братишки так разговаривают обычно говорят поел сам покорми коня но у нас наоборот вышло покормили коней сейчас сами покушаем позавтракаем и дальше двигать хотя вот тут интересная постройка ни разу я не кушал ладно поедем в проверенное главное чтобы было встать место где оно время уже 9.30 так что встанем нормально я думаю ох даже разлиновочка тут свежая друг за другом Володь давай друг за другом за мной прям встань да и все и пойдем нечего там тесниться а звук-то я выключил молодец я как-то рекламу перебила я говорю все за мной встаешь и все и пойдем отсюда прогуляемся чтобы там не толкаться да-да не на туда очень удачно Тула расположена а именно в том плане что мне нравится вот в воскресенье утром выезжаешь из Тула если ехать по Семерке на Чебоксары на Казань то до СКАДа доезжаешь еще не такой сильный поток то есть без пробок все же в воскресенье в Москву едут а потом уже когда на Семерку выходишь просто вообще везде практически по зеленой 99% что никаких пробок не будет ну в самих Чебоксарах там на окружной может быть пробка но сегодня мы до туда не будем доходить специально чтобы не толкаться ну а вот сейчас едем мы по четверке движение конечно поплотнее чем по двойке в воскресенье потому что еще с моря народ едет отдыхающий тем более сейчас конец сезона перед началом учебного года легковушек много прет ну а я посмотрел уже по Яндексу проедем отлично на ЦКАД о и хрена меня зарезал конкретно дядька из Барнаула с Алтайского края мчаться мчаться все домой ну а мы на работу как всегда по идее должно все пройти у нас отлично только похвастался только проговорил что в это время пробок не будет ну вот в кафе сидели на Веневском посту смотрел пробки не было вообще и пока позавтракали сразу случилась авария это впереди пост Хагаинаке Каширский а авария аж как его назвать в конце моста где-то реки хотя вот туда я смотрю вдаль не знаю видно вам или нет движение вроде все нормально идет но оно и тут как бы идет просто плотненько вообще тут перед постом все время собирается такая небольшая колейка ну вот где-то за километр мы начали толкаться и Яндекс говорит что до конца моста будем заниматься этим делом ну и как бы ничего страшного в этом я не вижу не беда главное так четко а здесь наверное нельзя в левом ряду грузовым ехать хотя там едут сзади ребята но правый ряд очень прям шустро бежит конец моста через АКУ и конец пробочки ну вот с такой скоростью примерно так мы и ехали весь мост ничего страшного ничего критичного машина аварийная уже эвакуатор грузит но наши ребята коллеги все равно недовольны теми кто едет зевает на все это дело теми кто едет на камеру снимает таких как я но от этого никуда нам не деться есть авария значит есть зеваки все нормально не надо тратить себе нервы портить нервы надо с пониманием относиться ко всему но обычно я так рассуждаю утром когда я выспанный выспался сытый настроение хорошее с утра что будет к вечеру не знаю сейчас посмотрю если будут пробки я расскажу вам вот видите опять возмущение очередное блин не стал я братишку обгонять пока ход был а братишка кстати едет пустой и вот он и он пошел а там газельваген ну ладно ничего страшного сейчас вытянем подъемчик этот небольшой потом обгоним тем более Вовчик выехал прикрывать меня чешем хотя наверное мне придется и эту сканью обогнать может он конечно маленько чуть огруженный но усть у него поднята нет так шибко быстро не возьму я его пусть едет с миром хотя нет разгоняюсь догоняю ладно так и быть а дальше а дальше уже прямая ну в смысле ровная не подъем турецкий мерседесик очень много сейчас турецких грузовиков стало в России ну может я раньше не замечал сейчас я вообще конкретно замечаю везде их очень много про четверку уж молчу тут как бы всегда они были но по семерке сколько их едет это просто тьма тьмущая впереди камаз идет с кирпичом блин ладно повезло и у него последний палет прям так сильно шатается потому что ничего не привязано а я еду и знаю что сейчас будет мост на котором ну вот с такой реально скоростью надо как как максимум проезжать выдерживать от него дистанцию побольше потому что поддон у него выше борта думал сейчас свалится ну ни хрена он видите встреч пленки замотан хорошо и пока она его держит сейчас постараюсь догнать обогнать его показать что там к чему и рации у него похоже нет по крайней мере антенны я не вижу чтобы крикнуть и бузует он нормально я вам хочу сказать коптит но бузует я уже почти 90 еду и вот только равняюсь но такого пассажира лучше обогнать потому что все равно в день сейчас наверное произойдет это несчастье вот он видите ой да они там все кривые а этот последний шатается едет уже он все спит один разваленный не знаю не кирпич какие-то блоки непонятные ну видно дядька на обыте уже по месту работает так что никто это никуда не денется он так считается но я на всякий случай обогнал хотя еще раз повторю идет он по скорости прилично вот она владимирская окружная тут в будни то пробка всегда на съезд на семерку а в воскресенье так вообще трындец кстати я когда сюда ехал сейчас всю дорогу мониторил пробку у нас где-то здесь авария показывала и даже тоже должна была быть пробка но добрались до нее до окружной я имею ввиду и пробки нет никакой свободненько выкатились едем дальше скоро обед у нас время уже 2 часа в 3 будем кушать чуть попозже вся дорога поел поспал заправился о дафиг первый раз вижу дафиг не знаю даже как он правильно называется 106 или 7 8 9 10 непонятного названия но понятно что он не на российских номерах но тем не менее интересно увидеть вживую приехали покушать мы опять пестово как и в прошлом рейсе ну я в принципе под обед все время сюда подгадываю и опять автобус падла стоит утром был автобус и сейчас автобус не утром был не автобус а эти туристы на легковых а сейчас стоит автобус наверное надо походить вокруг машины посмотреть все что куда к чему потрогать а потом идти кушать встал Володька глаз алмаз глаз алмаз тук 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 ты глаз а я не глаз ты охренел мы с тобой братишки ты посмотри у меня еще алмазник хоба если бы не наклейку там вообще сосъем это какая-то шумоизоляция непонятно так ну что тут у нас сравниваем колеса на двух машинах блин я бак не закрыл когда заправлялись да у тебя погорячей аж прям рукав дистанцию надо выдерживать Владимир чтобы не тормозить то и дело так где у тебя тут не тормозит колеса задние колеса у него не тормозит нету там этого он и ледяной вообще ну неужели так от тормозов греется я то вообще практически не торможу горняком слушаю оно не тормозит но оно блестит почему-то неужели еще дождя не было ни разу не было дождя еще не заржавел диск вот это горячее а вот это кстати я сказал что здесь ступица новая а здесь же их снимали когда вось меняли обе ступицы и непонятно какую куда поставили так ладно пойду свои пошупаю пестово пестово стоянка сливают здесь топливо тента режут воруют да тут у меня кама военная на средней оси с пробегом 600 плюс километров ну как бы да хотите верьте хотите нет но это так и есть все грязное такие крылья чумазые не знаю как диски теплоотвод делают литые диски делают теплоотвод ведь они тоже огневые очень я надеюсь что на них половина тепла уходит ладно приеду будем купаться будем запиливать видосик покупания автомобилей антифриз проверяет трубка течет там все поели мы спасибо водителю автобусу который зовет сюда толпу целую там очередь километр поедем дальше искать кафетерий здесь еще пылюк такая как и везде в принципе скоро будет не пыль а буксы зимой ну что тут сказать нижний новгород на горизонте а пробка на одном из светофоров на семерке зачем он там нужен никогда не понимал но если бы не было здесь этого светофора и не было бы сейчас пробки значит чуть дальше было бы то же самое и вот заранее стало понятно о том что впереди пробка потому что легковые начали задним ходом сдавать по обочине и объезжать там через один колхозик знаю я дорожку но нам туда не надо вот поэтому пару километров потолкаемся не умрем я так считаю тем более сегодня денек на расслабоне никуда мы не спешим с Володей едем не спеша собственно дело было вовсе не в светофоре светофорчик я проехал а дальше видимо сужение потому что все перестраивается налево дальше должно быть все хорошо свобода честно говоря еще не знаю как там к столу даже не смотрел пробку к столу ну по идее уже сейчас в нашу сторону ничего там быть не должно Володька мой остался на светофоре делают дорогу что-то здесь давно было огорожено все куда это я попал конкретно в какую-то дырень смотрю в телефон на дорогу не смотрел но на прошлой неделе здесь пробки не было ничего себе разогнался совсем не уважает помчал вперед или ослеп за мной ехать хотя в принципе еще не темно сзади когда едешь за такой телегой светящийся мне очень нравится но этих штук свою спину там слышишь периодически не скажу что часто но раз в месяц слышишь слушаешь все начни ослеп просто мы там ямы объезжали с разных сторон в ящиках ну моргни ехать а должны были изначально когда снова московского езжали по навигатору сейчас уже стоять но две пробки один обед а еще и завтрак и заправка вот три часа плюсом идем на посадку на сегодня хватит наконец-то добрались планировал я 8 здесь уже стоять остановимся в 10 стекло только сейчас заметил что все такое грязное хочет верхняя стоянка вся пустая так какие-то тут знаки этот алгар на никольском в никольском поедем к мы на низ даже странно почему так пусто наверху езжай он покажет называется куда нам стало езжай он покажет поезжай она и внизу пустая стоянка время день осень воскресенье все нормальные люди воскресенье дома спят с женами отдыхают а мы как придурки все езди так сразу покруче возьму и вовчика вам покажу теперь володя а там уже очередь за нами тоже такой же кривой как и я не может с первого раза встать ладно рептики пойдем отдыхать все нормально день прошел удачно завтра на выгруз